МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На 12-м канале Час новостей. В студии Юлия Ковыршина. Главное сегодня. Тотальный контроль по всему городу, массовая проверка документов у прохожих, эвакуация автомобиля и ограничение движения. С чем связан всеобщий досмотр? Омск центральный имени Карбышева. Премьер-министр страны подписал документ о присвоении имен выдающихся россиян вокзалам и портам. Льготный переход на цифру. Амичи смогут смотреть полсотни телеканалов за минимальную плату. Тест для молока. Для того, чтобы обнаружить антибиотики, достаточно будет одной капли в таком море молока. Как в Омске следят за качеством сырья и что грозит нарушителям? И подаренное в Новый год жилье собираются сносить. Жители Омска беспокоятся за белок. Как грызуны могут пострадать из-за новогодней ели? Указом президента России аэропорт Омск центральный назовут именем легендарного генерала Дмитрия Карбышева. Правительство страны утвердило порядок присвоения российским аэропортам, а также морским и речным портам, железнодорожным станциям имен выдающихся деятелей. Постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Теперь в течение 20 дней его должны согласовать и уже представить на подпись президенту. Напомню, проект «Великие имена России» стартовал в октябре 2018 года и проходил в три этапа. По результатам голосования в Омском регионе победу одержал герой Советского Союза, несломленный генерал родом из Омска Дмитрий Карбышев. Победителей объявили в конце прошлого года в прямом эфире телеканала «Россия-1». Сейчас разрабатывают проекты оформления терминалов. Известно, что в Омском аэропорту планируют разместить также выставку, посвященную великому земляку. Но я напомню, что 12-му каналу удалось найти прямого потомка, выдающегося генерала, его внука, которого назвали в честь великого деда Дмитрием. Дмитрий Карбышев-младший живет в Москве, и он очень благодарен мечам за то, что помнят и чтут его предка. Когда узнали результаты голосования, какие эмоции испытали? Ну, знаете, это все-таки какая-то была внутренняя гордость за фамилию. Но, конечно, когда началось голосование, где-то внутри было такое подспудное желание, что, наверное, может быть, все-таки и попадем хотя бы в список. А то смотрю результаты голосования, побеждаем. Я, значит, соответственно, всех обзвонил, кого знал, всем написал. Говорю, вот так вот, бежим туда, голосуем, сами знаете, за кого. Ну, я думаю, что, конечно, не только нашими голосами. Да, это было очень приятно, радостно узнать, что... Хотя, с другой стороны, Омск всегда, по-моему, был за Карбышева. Фамилия дала какую-то стержень, планку, ниже которой просто падать нельзя. Сейчас пытаюсь собственных детей воспитать, чтобы тоже были как-то подобием хотя бы, чтобы помнили, гордились. Вы сказали, что не были на родине вашего деда? Не был. Есть желание посетить? Конечно, сказывается удаленность. Честно говоря, рассказываю. Но есть желание прилететь в аэропорт имени Карбышева? Да нет, мне бы просто в аэропорт прилететь было. Просто хочется солнце посмотреть. Знаете, просто пропитаться атмосферой, в которой жил дедушка. Ну, и, соответственно, вся его родня. То есть, что там сколько колен Карбышева жило в Сибири, это же практически мы оттуда, из Сибири. Сегодня мечей досматривали прямо на улицах. У прохожих сотрудники спецслужб просили документы, удостоверяющие личность. Связано это с началом плановых антитеррористических учений. Власти просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Ведь эти мероприятия направлены на безопасность жителей. С 13 по 15 марта будет идти проверка. Также возможна эвакуация автомобилей и даже временное отселение жителей домов там, где могут ввести режим контртеррористической операции. Заключительный этап учений в пятницу в районе аэропорта Омск-Центральный, где силовики введут ограничения для движения транспорта. В регионе приступили к реализации национального проекта «Культура». Об этом объявили сегодня на заседании областного правительства. В рамках нацпроекта в области капитально отремонтируют 25 сельских домов культуры. Преобразится не только внешний облик. Клубы оснастят и новым мультимедийным оборудованием, закупят новые осветительные приборы, микрофоны, декорации и музыкальные инструменты. На это потратят более 80 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов. Дополнительный миллион рублей из региональной казны районам выделят на пополнение библиотек. Кроме того, в течение четырех лет в 24 района области отправят автоклубы, своего рода сцены на колесах. Это позволит устраивать концерты, спектакли и фестивали под открытым небом в отдаленных селах. У нас каждая, такого не было никогда, каждая музыкальная школа получит по пианин. По новому, современному музыкальному инструменту. Это рада. Дальше. В этом году мы отремонтируем 25 домов культуры в наших муниципальных районах. И задачи Министерства культуры и Министерства строительства, чтобы эти работы были проведены качественно и в срок. Чтобы люди, живущие на селе, действительно получили удовольствие от общения с культурой. У нас на селе очень много творческих коллективов. Десятки тысяч ребятишек занимаются в студиях хореографии, вокального искусства. И новый, оснащённый дом культуры – это то место, куда они хотят идти. И поверьте, когда открывается после модернизации такое учреждение, очень много ребят желает пойти туда вновь и вновь. Сегодня на заседании говорили также о субсидиях для сельхозработников. Теперь, чтобы получить финансовую помощь из регионального бюджета, фермерам нужно выполнить несколько требований. К примеру, если предприятие обрабатывает более 300 гектаров земли, то здесь должны быть трудоустроены как минимум два человека, не считая директора. Все работники должны быть оформлены официально и получать белую зарплату не ниже установленного в регионе минимума. Кроме того, заработок должен ежегодно расти. А если в хозяйстве не достигнут тех результатов, ради которых обращались за субсидией, то деньги придётся вернуть частично или полностью. Мы вводим вот такие коэффициенты понижающие, стимулирующие, для того, чтобы на селе работа была усилена официальная, чтобы отчисления шли в социальные фонды и шли в пенсионный фонд, чтобы люди, когда будут выходить на пенсию, имели гарантированное пенсионное обеспечение. А сейчас, к сожалению, во многих хозяйствах люди работают по-чёрному, получают зарплату в конвертах и без трудоустройства, без договоров. Новое оборудование для контроля качества молока появится вскоре в распоряжении специалистов местного Росельхознадзора. Аппаратура позволит быстрее и эффективнее тестировать продукт, в первую очередь на содержание в нём антибиотиков. Лекарства, как подчёркивают специалисты, могут быть в нём только в самых минимальных концентрациях. Это не противоречит требованиям безопасности. Не превышать допустимый уровень обязаны как поставщики сырья, к примеру, фермеры, так и предприятия, выпускающие кисломолочную продукцию. Как сейчас за качество молока следят в лабораториях заводов и надзорных органов, и что ждёт предприятие, рискнувшее нарушить требования, расскажет Елена Бабкова. Пробы для проверки сырья специалисты берут из каждой машины, ежедневно его на предприятие привозят по 60-80 тонн. Для того, чтобы обнаружить антибиотики, достаточно будет одной капли в таком море молока. Прежде чем продукт попадёт на обеденный стол о мечей, сырьё на этом заводе отправляют на стол к лаборантам. О том, болели ли чем-то недавно бурёнки, здесь гадают на молоке. Причём понадобится экспертам всего пара капель. Таким незамысловатым способом, с помощью химических реагентов, специалисты проводят тест на наличие антибиотиков. Десять минут и полоска покажет, слукавил поставщик или нет. Все четыре полоски на тест определились, антибиотики в молоке отсутствуют. Без этого ответа сотрудников производство не запустят даже миллилитр молока из бракованной цистерны. Её отправят обратно на ферму. Иначе, говорят специалисты, от такого продукта несоварение получат в первую очередь заводские машины. Если в молоке присутствуют антибиотики, наши технологические процессы будут нарушены. У нас не будет сквашиваться продукты, у нас плохое качество будет. Если в молоке будут обнаружены антибиотики, эта машина не будет просто принята на производство. Наши партнёры, наши поставщики знают об этом условии. И очень мы рады, что они его не нарушают. За качеством сырья на всех заводах по производству молочной продукции следят и специалисты Россельхознадзора. Ежегодные эксперты берут по 300-400 проб. Под контролем не только местные йогурты и кефиры, но и молоко, привезённое из других регионов и стран. Пункт для проверки номер один – содержащиеся в продукте лекарства и антибиотики. Четыре основных типа в соответствии с требованиями безопасности к такой продукции. Причём материал для анализа специалисты отбирают и на полках магазинов. Наш инспектор находится на проверке, скажем так, в одной из гипермаркетов города Омска. Молочная продукция лежит вся, исследование подтверждено соответствующими документами. Но на всякий случай инспектор отбирает пробы и он за федеральный счёт, это молоко за федеральный счёт, исследуется в лабораториях. Можно сказать, что в прошлом году мы вывели антибиотики в сухом молоке Юргинского гормолозавода, это Кемеровская область. Ну, конечно, были замечены и омские производители. На молоке в 2018-м обожглись 9 местных предприятий. Вынесли предписание и обязали устранить нарушения. Вообще же, наказание для фирм, нарушивших закон, штраф от 100 тысяч рублей и отзыв декларации на производство. Чтобы опять запустить линию, компании должны вновь подтвердить качество своего продукта и получить все разрешительные документы. Процедура не быстрая, так что, говорят специалисты, нарушать правила отваживаются единицы. Узнать, содержатся ли в молоке антибиотики, на вкус, конечно, не получится, объясняют эксперты. Однако покупатели вправе потребовать в любой точке продажи так называемую декларацию о соответствии. Если её нет или качество продукта вызывает сомнение, решить вопрос помогут специалисты Россельхоз и Роспотребнадзора. Елена Бабкова, Сергей Гаврилов, 12 канал. Перейти на цифру омичей смогут на льготных условиях. Их предоставят малоимущим жителям региона. По поручению губернатора Александра Буркова, региональная Минтруда разработала меры соцподдержки при переходе на цифровое телевещание. Так, размер материальной помощи будет варьироваться от 1 до 2 тысяч рублей. Эту единовременную выплату можно будет потратить на покупку необходимого оборудования. На компенсацию могут рассчитывать одинокие неработающие пенсионеры, семьи с пятью несовершеннолетними детьми или имеющие ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, а также одинокие инвалиды первой и второй групп. Напомню, что отключение эфирного аналогового телевещания в Омской области произойдёт 3 июня. Принято постановление правительства Омской области, в соответствии с которым определены отдельные категории социально незащищённых граждан, которые могут получить государственную поддержку на приобретение цифрового оборудования. Обращаться нужно в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства. Норма начинает действовать с следующего понедельника. Можно уже с 18 числа обращаться с соответствующим заявлением. Подробную информацию о цифровом телевещании можно узнать по телефону федеральной горячей линии 8 800 220 20 02. Звонок по России бесплатный. Увеличить компенсацию затрат аграриев на ГСМ считают необходимым участники Сибирского соглашения. Губернатор Александр Бурков провёл заседание экспертного совета Межрегиональной ассоциации по сельскому хозяйству. В преддверии посевной сибирские регионы по видеосвязи обсудили планы на предстоящий СИЗО. Александр Бурков рассказал о ситуации с подготовкой к СЕВУ в Омской области. На сегодняшний день на примере Омской области ситуация выглядит следующим образом. В весенних работах планируется задействовать более 7,5 тысяч тракторов, почти 12 тысяч сейлок, 570 посевных комплексов. Весной дополнительно планируется приобретение техники, запасных частей и ГСМ на общую сумму 3,5 миллиарда рублей. В том числе сельхозпредприятия приобретут 110 тракторов, 90 сейлок, 26 посевных комплексов. По топливу планируется на весенние полевые работы 40 приобретений, 46 тысяч тонн летнего дизельного топлива и порядка 5 тысяч тонн бензина. Александр Бурков также остановился на мерах поддержки агрария со стороны областной власти. Цена летнего дизельного топлива уже свыше 50 тысяч рублей за тонну, что примерно на 27% выше, чем в марте 2018. Губернатор озвучил, что в этом году, как и в прошлом, область намерена просить Федерацию о выделении средств на несвязанную поддержку затрат на ГСМ. Сибирские регионы предложили составить общее аналогичное обращение, так как это болезненная тема для всех. Готовить предложение в адрес Минсельхоза России будет экспертный совет Сибирского соглашения под руководством Александра Буркова. Актёры омской драмы продолжают участие в престижном фестивале-конкурсе «Золотая маска». Сегодня в Театре нации они представят постановку «Отец» по пьесе Августа Стринберга. Спектакль заявлен сразу в четырёх номинациях. Вообще же, на суд жюри Омский драмтеатр представляет две постановки. Первую время «Секонд-хенд» столичная публика увидела в понедельник, 11 марта. Спектакль прошёл с аншлагом. Ну а прямо сейчас мы можем узнать все подробности выступления артистов омской драмы в Москве. В студии программы «Час новостей» буквально с корабля на бал. Культурный обозреватель 12-го канала, автор множества фильмов и программ Светлана Лазарева. Добрый вечер, Свет. Добрый вечер. Да, действительно с корабля на бал. Да, Свет, ты буквально сегодня рано утром вернулась из Москвы. Мы смотрели твои репортажи в эфире программы «Час новостей» о том, как амичи выступали в столице. Слышали множество тёплых отзывов и от зрителей, и от жюри. Может быть, что-то осталось за кадром, как амичей встречали в Москве? Ну, амичей встречали очень хорошо, а за кадром осталось, наверное, то, я просто как журналист могу сказать, что как мы себя там чувствовали, вот журналисты, когда вот всё занято и нет ни одного свободного местечка. И вот так получилось, что непосредственно в спектакле я смотрела, сидя на ступеньках знаменитого зала в знаменитом театре. Даже не нашлось место в третьем зале. Нет, а вот непосредственно в репортаже я уже писала, что называется, у театра, вот там на ступеньках я сидела, потому что нужно было срочно-срочно передавать всё в эфир. Вот такая вот у меня была работа. А что, действительно, так вот в Москве хорошо знают и любят омскую драму? Вы знаете, поначалу мы все переживали. Мы все переживали, почему нет, почему никто не идёт, вот как-то пусто-пусто-пусто и пусто. А потом к нам подошла вот женщина, которая встречает, ну, билетёрша или вот та, кто продаёт вот эти программки, вот, кстати, я вам привезла, показать. И она сказала, не переживайте, это стиль москвичей. За пять минут до спектакля весь зал будет заполнен. И так и произошло. Она оказалась абсолютно права. Ну, а сами артисты, как они волновались? Ой, ну, конечно, они волновались. Они волновались, что и опять Москва, и опять Золотая маска, и такой наш любимый, и дорогой, и родной театр имени Вахтангова, и каждая стена там, каждая фотография, она вот дышит этой историей театральной. И, конечно, вот не ударить в грязь лицом, показать себя, выложиться на сто процентов. Да, да, все очень-очень старались, и это прямо чувствовалось. Ну, сегодня у наших артистов не менее ответственный вечер, да, в Театре нации. Мы даем второй спектакль, претендующий на Золотую маску. Это спектакль «Отец». Там Михаил Окунев, а это имя. Там Анна Хадюн, а это имя. Это камерная сцена, новая сцена Театра нации. Я думаю, что если держать за наших кулаки, то все должно получиться. Ну, вообще, Свет, сразу два спектакля наших омских, да, Время секонд-хенд и Отец. Можно считать, что не только два, потому что существует такой лонг-лист, куда отбираются лучшие спектакли по России. И мы разговаривали с критиками, что действительно, они объездили всю Россию. Около ста спектаклей отобраны. И семь, два номинированные на Золотую маску, и три попали в лонг-лист. И плюс вот номинации, вот действительно, вот такого рекорда еще Золотая маска не знала. Давай еще раз напомним, когда будут известны имена и названия постановок, ну, победителей Золотой маски. Это будет в середине апреля. Это будет в десятых числах апреля. Давайте держать за наших кулаки, давайте всячески им пожелаем удачи на сегодняшнем спектакле. И, как сказал директор Вахтанговского театра, Омск достоин всех масок. Вот все, какие есть. Мы во всех номинациях можем представлять город на высочайшем уровне. Спасибо, Свет. Я напомню, что в студии программы «Час новостей» была моя коллега, культурный обозреватель 12 канала Светлана Лазарева. И мы говорили об участии артистов омской драмы в самой престижной театральной награде страны Золотой маски. Ну и смотрите далее в нашей программе. Семена, которые могли погубить весь урожай. Сегодня в Омске сожгли крупную партию опасного салата. Подаренное в Новый год жилье собираются сносить. Жители Омска беспокоятся за белок. Как грызуны могут пострадать из-за новогодней ели. И не перевелись богатыри. А меч стал чемпионом мира в 80 лет. Смотрите его интервью из Голландии. Сегодня в Омске сожгли крупную партию 300 пачек семян салата. Специалисты Росельхознадзора обнаружили опасный сорняк, известный как Павелика. Сейчас, когда садоводы планируют, что высаживать на своих участках, к семенам повышенное внимание, специалисты участили проверки. На что огородникам стоит обращать пристальное внимание во время посадки и можно ли обезопасить себя еще во время покупки семян, разбиралась Анна Кокорина. Через увеличительное стекло агроном Андрей Теребилов ежедневно просматривает несколько десятков пачек семян. Задача одна — убедиться, постороннего в пакетах нет. В противном случае без урожая рискует остаться не только невезучий дачник, а все с удоводством. К примеру, эти две семечки Павелики обнаружили в семенах салата. Опасный сорняк своих корней не имеет, питается за счет культурных растений. Присасывается к стеблю моркови, картофеля, ягодных кустарников и зерноводзора. Таким образом, значительно снижает урожайность. Все начинается с каких-то квадратных сантиметров, квадратных метров, которые с течением времени могут перерасти в значительные площади и в значительные, скажем так, рубли убытка от неполученного урожая. И плюс необходимы будут меры борьбы с этими сорняками. Партию семян, зараженных опасным паразитом, сотрудники Росельхознадзора изъяли и уничтожили в полном объеме. Это почти три сотни упаковок. Зараженные семена в наш регион, как правило, поступают из стран СНГ и Китая. Только в прошлом году эксперты забраковали 25 партий. В них обнаружили семена повелики и амброзии. Последнюю крайне трудно искоренить. Она также резко снижает урожайность. Так что во время посадки специалисты рекомендуют самостоятельно осмотреть семена. Опыт показывает, что семенной материал лучше покупать в специализированных магазинах. Никто не запрещает покупателям потребовать документы, в том числе сортовые посевные, подтверждающие сортовые посевные качества и прохождение карантинного фотосанитарного контроля. К примеру, при посеве обнаруживаются какие-нибудь посторонние семена. То это повод обратить внимание, не принадлежат ли посторонние семена карантинным видом. И вот парадокс. Сейчас, когда садоводы и огородники только планируют посадки на своих участках, далеко не все заботятся о качестве семян. Я обращаю внимание на красоту, красивое оформление. Потому что я действительно дилетант. Смотрю на те сорта, которыми постоянно пользуюсь. Ну и, конечно же, родители помогают выбирать. Позвонила, уже узнала у мамы, какие лучше купить. Ну а чтобы точно не попасть в просаг с выбором семян, эксперты рекомендуют прежде всего обращать внимание на срок годности. Кроме того, вы также можете потребовать сертификат качества у продавца. Ну а бывалые дачники рекомендуют высаживать только проверенные сорта определенного производителя. Только в этом случае вы точно не останетесь без урожая. Династии омских врачей чествовали в медицинском университете. Дипломы участников областного проекта «Моя трудовая династия» получили представители 10 омских семей, где есть врачи в третьем, четвертом и даже седьмом поколениях. Почему дети медиков, как правило, идут по стопам родителей и представители каких трудовых династий, кроме врачей, еще стали участниками проекта, расскажет Екатерина Лушникова. Здесь каждая династия поражает. Вот семья Ларькиных. Их общий трудовой стаж – 340 лет. Нейрохирурги, неврологи, участковые терапевты, а также кандидаты наук, профессора и руководители медицинских учреждений. Папа был врачом, хирургом работал, стоматологом, главным врачом работал. Всегда хотелось быть хирургом, как папа. Старший сын нейрохирург, врач. Тоже хотел быть как папа. Поэтому это очень важно, когда в семье. Есть примеры хорошие. Дети хотят быть такие, как родители. Татьяна Маслова всю жизнь проработала в Василькульской районной больнице. Сейчас на пенсии, но продолжает трудиться инструктором по лечебной физкультуре в социальном центре. В семье Масловых уже 4 поколения медиков. А началась династия с бабушки, которая больше 45 лет проработала медицинской сестрой. Моя династия насчитывает 7 человек. Основателем династии является моя бабушка Татьяна Ивановна. Второе поколение, вернее, это я. Третье поколение это моя внучка, которая закончила медицинский институт в 2014 году. Теперь она врач-терапевт. В проекте «Моя трудовая династия» в этом году приняли участие 128 семей из разных уголков Омской области. Аграрии, спортсмены, медики, промышленники, учителя – самые достойные представители своих профессий. Врачебные династии честовали в стенах медицинской академии. Наша профессия на самом деле уникальная. Получается, что вот когда мы анализируем, у нас более 60% студентов являются представителями врачебных семей. Иначе быть не должно, потому что, с одной стороны, это определенные особенности характера, умение сострадать. Это закладывается с раннего детства. Проект фонда Манякина поддержали губернатор, все профильные вузы и общественные организации. Его цель – прославлять, благодарить и ставить в пример сегодняшним студентам лучших представителей трудовых династий. У нас есть династии, которым по 600-700 лет. Это уникальные династии. И самое главное, что много в династиях молодежи идет в профессию, и многие из них преуспевают в этой профессии, потому что они берут пример своих родителей, дедов, бабушек. Итоги проекта «Моя трудовая династия» подведут весной. Тогда же, по инициативе фонда, будет издана книга, в которой соберут истории омских семей с крепкими трудовыми традициями. Екатерина Лушникова, Олег Ковальчук, 12 канал. Все желающие могут принять участие в необычном фото-челлендже «Крым глазами о мече». Его посвящают пятилетию воссоединения Крыма с Россией. Для этого необходимо на своей странице в социальных сетях разместить фотографию из Крыма с хэштегом «Крым для меня – это Россия». Такие публикации уже есть в интернете. В своих профилях участники размещают самые разные снимки. Условия челленджа таковы. Нужно описать изображение, указать фамилию, имя, отчество, возраст участника, авторское название работы. В конкурсе четыре номинации «Пейзажи и природа», «Я и Крым», «Жители Крыма», «Архитектура». Оценивайте будут качество и мастерство исполнения, и оригинальность замысла. Итоги подведут 18 марта в день воссоединения Крыма с Россией. Ну а торжественные мероприятия и праздничная программа «Крымская весна» начнутся 16 марта в 11 часов на площади у исторического парка «Россия. Моя история». Потомство белок, живущих в нефтяниках, под угрозой. Местные жители всерьез обеспокоены будущим бельчат, которые могут появиться на новогодней елке. Дерево до сих пор стоит в сквере молодоженов напротив советского ЗАГСа. И его облюбовали грузуны, которых немало в этой части города. На пороге весна, и сейчас на елке они сооружают гнезда. Однако, если хвойное дерево все же увезут, потомство белок может погибнуть. Наш корреспондент Юлия Думанова отправилась на место, а также узнала планы администрации округа, будут ли убирать елку и как поступят с ее пушистыми жителями. В сквере молодоженов напротив ЗАГСа поселилась новая семья. Белки облюбовали новогоднюю ель, между праздничными игрушками свили гнездо. Местные жители беспокоятся, скоро нарядное дерево уберут, а значит белки лишатся дома. «Мы вот на днях заметили, что там белочка сделала гнездо, а у них сейчас пора материнства наступает. И вот если она родит белчат здесь, потом трагедия же будет. Елку уберут, и они погибнут, возможно гнездо упадет». Рыжик, ушастик, малышка. Сейчас в сквере живут 11 белок. Каждой местной придумали имя. Беглянку в прошлом году пришлось спасать. На нее напали собаки и повредили лапку. Откармливали всем двором, носили больной измельченные орешки. Угощения в кармане и сейчас на каждой прогулке. «Они ко мне на руки спускаются. А есть одна белянка, самец. Там вообще может и в карман ко мне залезть. Знают, в каком кармане, чего я ношу». В местном КТОСе говорят, елку не убирали. Хотели это сделать после масленицы. Дерево увезут уже в ближайшие дни. «Елка уберется в ближайшие дни. Это точно. Белка успеет родить бельчат на другой елочке в нашем сквере. А вообще, вы знаете, это хороший знак, хорошая примета, что белка решила здесь завести бельчат. Для сквера молодоженов это очень хороший знак». Ученые говорят, белки гнезда строят постоянно. Притом сразу несколько. Поэтому если они лишатся одного домика, вреда это им не принесет. «Абсолютно ничего страшного, потому что для переживания она образует иногда до 14 гнезд. Она их меняет для того, чтобы избавиться от паразитов». Ученые говорят, сейчас детенышей в гнезде быть не может. Первое потомство у белок появится не ранее апреля. Всего же в год животные могут принести от 4 до 9 бельчат. А значит, уже скоро, выходя на прогулку, местным жителям нужно с собой будет брать больше угощений. Юлия Думанова и Денис Лопарев, 12 канал. И далее новости спорта. О них расскажет моя коллега Ольга Колесник. Привет, Оль. Привет, Юлия. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, в каком возрасте, самое позднее, можно стать чемпионом мира? Ой, ну не знаю. Думаю, что, может быть, лет в 40. Ну, это твоя цифра. Вот я сегодня расскажу о человеке, который в 80 лет сумел стать чемпионом мира. А МИЧ? А МИЧ. Итак, Сергей Логинов, чемпион мира. Омские конькобежцы, ветераны вновь впереди планеты всей. На этот раз спортсменам из Омской области рукоплескали в Голландии, где состоялись престижные старты. Международные весенние игры 2019. Это чемпионат мира по спринту среди ветеранов спорта. В самой опытной возрастной группе 80 лет победу одержал почетный мастер спорта Сергей Логинов. Омский конькобежец дважды был лучшим на дистанции 500 метров и по итогам многоборья выиграл золото. Сегодня нам удалось связаться с чемпионом мира. Как раз в эти дни он находится в Коломне, куда сразу прилетел из Голландии, чтобы подготовиться к очередному старту. В Омске Сергей Георгиевич будет только в начале апреля. Мы не стали откладывать возможность пообщаться с уникальным конькобежцем. И вот фрагмент его интервью. 9 числа раскатались, 10 часов старт, женщины, затем мы беды побежали. Там немножечко получилась накладка. Женщины много наковыряли льда, хотели так вручную отремонтировать. Не получилось, и поэтому непредвиденная подготовка льда. Нас задержали, наш сад задержали на 40 с лишним минут. Немножечко продрогли. И поэтому первый день, конечно, результаты похуже. Но тем не менее я в своей группе 500... Интервью получилось не таким подробным, как мы рассчитывали. Спортсмен спешил на тренировку. Ну а более подробно о том, в чем все-таки секрет спортивного долголетия, Сергей Логинов обещал поделиться с нами уже по приезду в Омск. Ну а в Омске зажгут хрустальную звезду. Любители спортивных танцев оттачивают все нюансы и готовятся к серьезной конкуренции на чемпионате и первенстве Омской области. В состязаться будут исключительно ансамбли. В своих выступлениях они будут использовать все существующие техники и стили. Допускаются даже некоторые акробатические элементы. Так что качество каждого номера будет зависеть не только от мастерства участников, но и от их фантазии. Жюри оценит танец по таким компонентам, как техника, композиция, имидж и зрелищность. Организаторы ожидают более 400 участников из Омской, Новосибирской и Тюменской областей, а также Республики Казахстан. Торжественное открытие состоится 17 марта в 14 часов в Молодежном центре «Химик». Спасибо, это были новости спорта от Ольги Колесник. Спасибо за внимание, увидимся. И последнее. В Большереченском зоопарке из спячки вышла бурая медведица Маша. Ведет себя довольно активно, много играет в вольере, отличается хорошим аппетитом. Специально для хищницы готовят кашу с овощами и сухофруктами, угощают косолапую рыбой и хлебом. Это типичный рацион зверя. Порции сейчас делают немного больше. Она очень бодрая, очень такая подвижная. В общем-то, не совсем на нее это тоже похоже. Она бегает. Она радуется, когда к ней подходят. С общением. Прям носится довольная по вольеру. Две недели назад проснулся гималайский медведь Кузя. Но в отличие от Маши, практически все время проводят в берлоге и выбирается исключительно для того, чтобы плотно позавтракать. Вообще же в этом году спячка у медведей несколько затянулась. Обычно косолапые просыпаются в конце февраля-начале марта. Сейчас же большая часть хищников, бурые медведи Фома и Соня, а также уссурийские Даша и Кроха, все еще спят. Сотрудники зоопарка объясняют это февральскими морозами. Впереди прогноз погоды. Но все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Где лечиться? Есть ответ. Приходите в Сетимед. И о погоде. Спонсор прогноза. Усадьба-сервис. Выставка продажи теплиц. В Омске. Площадь у Кит интерьера и континента. Телефон 505023. Завтра, 14 марта, по области в Омске переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха в районах в ночные часы 0, минус 4. Днем 1 градус со знаком плюс. В Омске ночью минус 2, минус 5. Днем тоже плюс 1. Ветер южный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Теплицы из поликарбоната. Выставка продажи теплицу в Омске. Крепкие, надежные, гарантируют. Большой ассортимент, привлекательные цены. Доставка и хранение бесплатно. В марте при покупке теплицы парник в подарок. Площадь у Кит интерьера и континента. Подробности по телефону 505023. Таковы новости этой среды. С ними познакомила Юлия Кавыршина. Я благодарю вас за внимание. Желаю хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин